Девять метров! Будем стрелять короткими. Восемь метров. Семь. Шесть. Странно, может прибор сломан? Показывает то, что есть! Ты неправильно смотришь! Пять метров. Четыре! Что за черт? Да что же это? О, черт! Ставь фонарь! Стреляй! Вперёд, вперёд! Вперёд! Да, это видео о том, как убить скаута. Нет, не этого. А скаута в ГТФО. ГТ. Чё? Никогда не слышали об этой игре? Неудивительно. У неё очень маленький онлайн игроков. Прям как лайков у этого видео. А в 2020 веке она была номинирована в стиме на звание лучшей игры, которая вам не даётся. Она мне далась. Поэтому я с удовольствием хочу её вам показать и рассказать, как расправляться с одним из самых важных врагов в этой интересной, сложной и очень атмосферной игре. В конце видео для ознакомления покажу вам просто немного своего геймплея. А ещё я надеюсь, что Ютуб будет более благосклонен, потому что моё предыдущее похожее видео, «Как убить ведьму в Лефото 2», была ограничена в монетизации из-за чрезмерного насилия. Скаута можно сравнить с ведьмой из Лефото 2, которая также бродит на местности, и если её потревожить, то у вас будут проблемы. Я, кажется, разозрил ведьму! Скаут же может проснуться от любого неверного выстрела, крика от другого врага в комнате, или если вы заденете его длинные щупальцы, которые он периодически распускает для обнаружения угроз. После чего он становится неуязвимым, пробуждает своим криком остальных врагов в комнате и призывает ещё одну дополнительную волну. В общем, веселуха. Поэтому задача в игре не доводить до этого мракобесия и выбрать скаута так, чтобы он не успел даже пукнуть. В первую очередь надо обязательно увеличить фов, потому что по умолчанию он очень маленький, что сильно ограничивает ваш обзор. Самое оптимальное значение 90, но часто мне комфортно играть на 100. С таким фоном вам будет удобнее контролировать ситуацию вокруг себя, чувствуя скорость и дистанцию. Остальные настройки рекомендую использовать те, что увидите на экране. Теперь, когда мы всё настроили и можем комфортно играть, возвращаемся к теме видео. Скаута можно бесшумно устранить полным зарядом милишки в голову, не разбудив при этом других слиперов вокруг. По характеристикам, между собой милишки ничем не отличаются, только визуально. Голова скаута немного наклонна вперёд, поэтому лучше не рискуйте и не преследуйте его в спину, так как в таком положении можно легко промахнуться. Подгадайте момент, когда он будет идти вам навстречу. Заранее заряжайте милишку, идите к нему и не промахнитесь. Не спешите, попробуйте сначала зачистить всю комнату от остальных врагов. Не передвигайтесь рядом со скаутом сидя. Если рядом нет других слиперов, вы можете спокойно ходить вокруг него стоя. Главное не бегайте, он сразу это почувствует. Не светите постоянно фонариком. У скаута есть своя невидимая шкала раздражения, и если долго в него светить, то он будет чаще распускать свои щупальцы. При необходимости делайте короткие просветы, или прямо перед замахом, чтобы было лучше видно его голову. Важно учитывать у скаута два вида анимации, в которые он входит, когда распускает свои щупальцы, чтобы заранее знать, чего ждать и куда целиться. Давай! Сейчас! Давай! Давай! Есть стоячая анимация, в которой он проводит полные 10 секунд, и сидячая, в которой он сначала проводит 6-7 секунд, а потом на 3 секунды переходит в стоячую. Ой, здравствуйте! Он твой! Скаута можно успеть убить, если вы задели его щупальцы. У вас будет примерно 1-2 секунды, прежде чем он станет неязвимым и закричит. Ууу, уважаю, браток! Гоу! А если у вас есть адреналин, то при его воздействии можно убить скаута, куда попадете. А че так можно было, что ли? Банихоп в этой игре очень простой, надо просто постоянно прыгать во время бега. Это не дает какого-то дополнительного ускорения, как в других играх, зато для скаута и других слиперов вы будете издавать меньше звуков, не теряя при этом скорости. Вы обязательно должны освоить эту технику и стремиться постоянно ее использовать, не только против скаутов, но и против обычных слиперов. Нужно оружие, которое 100% убивает скаута с одного выстрела. Я сделал специальную таблицу, по которой можно определить, каким оружием и в какую часть тела это можно сделать. Что мы видим? С револьвера и комнат-шотгана скаута можно застрелить только в затылок, где он получает максимальный урон. В лицо и спину урон одинаковый, вам не обязательно выцеливать голову, если перед вами отчетливо видна его спина. А еще снайперская винтовка можно бесшумно устранить скаута и никого не разбудить, если выстрелить достаточно далеко и из другой комнаты. И наконец, бёрст кэнон. Это единственное оружие, которым можно стрелять куда угодно. Главное, не слишком далеко и законтролировать отдачу. Ой. Перед криком скаута, даже когда он заагонит, там есть типа микросекунда, который ты воспользовался и застрелил его. Я ж профессионал. Если скаут не умер, на короткое время он становится неуязвимым, так что не тряйте зря на него патроны. Ему нужно дать встать из своей стойки. Есть миф, что после пробуждения его нужно убить как можно быстрее, иначе он будет продолжать спаунить новые волны. Это не так. На самом деле, один скаут спаунит только одну волну, и после пробуждения он не представляет особой угрозы. В этом можно легко убедиться, оставив в живых только его одного. Миф опровергнут. Достаточно использовать всего 4 шарика пены, чтобы заморозить скаута на 7 секунд и разбить его на мелкие кусочки. Соответственно, также подходят пенные мины и гранаты. А еще его можно подавать на обычные мини или застрелить снайперскую турелью, если правильно поставить ее в спину. Во-первых, скаут постоянно бродит и не распускает свои щупальца, если все двери в его комнату закрыты и вы снаружи. Это можно использовать, чтобы дать подойти ему к вам поближе. Во-вторых, есть интересный баг, когда вы можете стрелять через открывающуюся или закрывающуюся дверь и не разбудить спящих внутри. Но вы должны именно убить того, в кого стреляете, иначе при полном открытии двери он проснется и всех разбудит. Это работает со всеми типами дверей. Например, просто начните закрывать обычную дверь и пока она опускается, сделайте один прицельный выстрел. Невидимые скауты ничем не отличаются от обычных, кроме того, что они невидимы. Они отбрасывают тень, если в них посветить. Используйте против них все свои знания, полученные против обычных скаутов. И будьте еще более аккуратны. Чтобы не портить другим людям игру и сначала потренироваться одному, идеально подойдет уровень R4-A3. На нем скаут появляется в самом начале. Уровень B2 на сложности Extreme подойдет для более стрессовых ситуаций, потому что здесь сразу два скаута и постоянная тревога. I need to kill most of them. You're the last one. Complete the mission. Okay. Мы вернулись. Нужно регулировать мои хилы. Проблема это, что это постоянно. Константно. Да. Я надеюсь, что это должно быть. Я буду ревать вас, ребята. Грин, ты сначала. Лачи, готовы, чтобы уходить. Я думаю, что я буду ревать. Грин. Нет, 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 нет. Окей, я заходу. Окей, я заходу, ребята. Нужно открыть эту дверь как быстро мы сможем. Окей, я открыла дверь. В центре. В центре. В центре. Она в центре, в центре. Слепер, сметер. Расследование. 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 Поехали! Кто-то carry the sphere, пожалуйста Team scan next Немного идти, мы нужны все This final team scan is so... Open the door Let's go in Let's go boys Four bullets Three bullets Two bullets For Mother Russia Wait, no, come back He just gave you timer Alright GG GG boys So they're carrying What a run Dude I carried you guys I did everything I did everything Say pagar Сын 2 2 2 1 2 Three 2 3 3 3